всем привет да я стою возле полицейского участка я сегодня приехал на пляж камала и решил поснимать как здесь вообще что можно посмотреть на самом деле на пляже очень очень много народу ну и помимо этого есть где что прикупить посмотреть например можно вот будем считать вот от этого полицейского участка если идти то можно будет увидеть много всяких таких вот уличной еды точек для приготовления но мы вот сейчас получается подходим с задней стороны поэтому мы наверное сейчас обойдем смотрите если вы сюда заезжаете со стороны полицейского участка то здесь есть паркинг для байков и для машин но отсюда нету выезда то есть вам надо будет обратно ехать прикольного чувака то или волос у него такие ли это у него это заглушка для микрофона как вы думаете но вот я сейчас иду в этой стороне я не знаю как другим но вот кто здесь ходит там смотрит воняет капец канализации просто очень сильно воняет ванат ванат очень сильно ванат ну что давайте посмотрим как бы ближе к пляжной стороне и потом уже к пляже подойду тоже очень много всяких пляжных штучек дрючек продаются очень много лежаков я получается в южной части пляжа камала сейчас мы пойдем туда можете смотреть что здесь продается в каких количествах по ценам я не буду спрашивать даже но когда приедете спросите массаж смотрите сколько стоит это на пляже если здесь очень много еще получается таких пляжных баров народ выбирает и заказывает тут же и сувениры всякие продают все что хотите смотрите на этот пейзаж моря и пальмы так давайте я покажу вот так вот смотрите сколько синий вы и зеленый вы в зелень шейки можно заказать так секунду я сейчас переключу угол обзора раз два три вот переключил я сейчас угол чтобы деревья ровнее были они полукруглые народу на самом деле здесь сидит очень-очень много поэтому говорить о том что здесь мало народу это я бы так не стал вот который если от барна вот слышали да я думаю русскую речь она здесь очень частое недавно даже кстати недавно на одном из локальных фейсбук форумов групп спросили вопрос такой чё типа пукет захвачен русскими поржали конечно все ну и соответственно самое что смешное все русские там отписались до только вы пришли на отельчик смотрите отель прямо находится у моря давайте посмотрим что это за отель чтобы вы могли если хотите забронировать его так я сейчас на комали так это у нас отель называется фонт 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 какой-то нет непонятно но отель прикольный рядом с дэнка рестораном 500 бат 500 бат 500 бат народ отдыхает там же вещи всякие детские игрушки было висто ресторанчик брекфасты вот смотрите английский брекфаст 190 бат офис 220 перекусить что ли здесь даже не знаю так я так обойду потому что там я хочу чтобы попадали именно лица здесь вот получается тайский массаж тоже делают бар кстати под козвариновыми деревьями но тут главное пляж мне очень нравится то что здесь есть вот такие вот пальмы и выход на пляж именно по красоте выигрывает прям вообще огонечек прям огонечек огонечек байка сколько просто капец если предыдущие мои эти посмотреть видосики можно здесь увидеть что вообще никого как здесь не было я думаю надо этот на пляжик бы сходить посмотреть как там сейчас попробуем потихонечку пройти на пляж ура я на пляже я пойду на пляж вместо вас конечно купаться я не буду это уже давайте сами приезжайте и купайтесь на здоровье так смотрите вода спокойная тихая сейчас кстати отлив довольно таки я бы сказал но вода мутная по сравнению с другими пляжами водичка мутная но это на мой взгляд водка мало получается в той стороне отель интерконтиненталь там же и этот кафе дель мар вот все здесь вот как раз кладбище рядом но они не мешают в принципе они шумят так что нормально вот даже отсюда если посмотреть водичка то как не знаю ну напишите сами в комментариях что вы считаете мне кажется что вода здесь мутноватая так ну что здесь я посмотрел давайте сейчас я проедусь на байке и покажу окрестности камалы что здесь есть как здесь есть и что можно увидеть да и напишите что там со звуком вроде я настроил звук вот кстати петличка спасибо кости которую одолжил ее сейчас тестирую чтобы проверять как бы ну нужно ли она будет мне или нет вот сейчас поедем знаете что самое главное когда ездишь всегда нужно надевать рубашечку это очень важно иначе вы обгорите вообще к чертям рубашечка это спасательная штука для нас когда очень сильное солнце имейте ввиду поэтому я рекомендую прям всем надевать рубашки ну или не знаю там что-нибудь такое но в общем что закрывает вас и это не просто для того чтобы спрятать там тело или что-нибудь там крутую футболку нет это для того чтобы вы не обгорели просто-напросто помогает Продолжение следует...